Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход». И сегодня мы будем читать 36-ю главу этой книги. Она начинается словами. «И стал работать Веселиил и Аголиаф и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь». Нам всем очень важно работать, совершать какое-то действие, всегда с оглядкой на то, как и что повелел нам делать Господь. Его волю мы распознаем в текстах Священного Писания, книг Ветхого и Нового Завета. Священное предание помогает нам правильно уразуметь библейское откровение, а современное церковное учительство обеспечивает верность именно церковному отношению и к Библии, и к преданию как таковому. Мы знаем, что Веселиил и Аголиаф получили Духа Божия для совершения той работы, которую они совершали, но это не означает, что они вышли, как бы, таким образом из повиновения Моисею, который имел статус царя среди народа Божия. И далее мы читаем. «И призвал Моисей, Веселиила и Аголиафа и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать». Моисей призывает тех, которых уже призвал Господь, послав Духа Святаго им в помощь. Таким образом, создается прецедент, даже человек, который находится под прямым руководством Духа Божия, он не должен пренебрегать иерархией. Иерархией, которая современна ему, и не противопоставлять свое понимание Писания и придание авторитету современному церкви. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы. Мы знаем, что израильтяне принесли значительно больше, чем сколько требовалось. На все потребности святилища, чтобы работать. Между тем, еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердца, производящие всякие работы святилища, каждая от своей работы, какую кто занимался. И сказали Моисею, говоря, «Народ много приносит, более, нежели потребно для работы, для тех работ, какие повелел Господь сделать». То есть усердие людей было даже через меру. И приказал Моисей, и объявлено было встание, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения в освятилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. А все, что остается, мы должны к этому очень бережно относиться. И мы помним, что когда Христос насыщал людей хлебами чудесным образом, Он давал повеление собрать все оставшееся. И мы знаем, в каком случае, сколько коробов еще пищи осталось. То есть нельзя разбрасываться милостями Божьими, теми милостями, которые нам приносят верующие люди, очень бережно, даже рачительно относиться ко всему этому. И сделали все мудрые сердца, занимавшиеся работой эскиния, десять покрывал из крученного висона и из голубой пурпуровой червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусной работой. Длина каждого покрывала – 28 локтей, и ширина каждого покрывала – 4 локтя. Всем покрывалам одна мера. Уточнение, что всем покрывалам одна мера – это косвенное указание на то, что любое служение, если оно согласуется со служением других людей в церкви, оно принимается с охотностью. Как апостол Павел пишет, «Рука не скажешь же ноге, что ты мне не нужна». Далее, с 10 стиха по 38 очень подробно рассказывается о том, что они изготовили, как они обустраивали скинию, как они покрывали эти покрывалы и так далее. Но мы уже все эти детали знаем. Здесь уместно напомнить то, о чем мы уже говорили. Книга эта называется в христианской традиции «Исход». Но «Исход» предполагает, что люди откуда-то выходят и куда-то приходят. Потому что «Исход» в никуда, в пустыню – какой же это «Исход»? Это, скорее всего, безысходность. Но в книге «Исход» не говорится о том, как они дошли до земле обетованной. Об этом говорится только в книге Иисуса, сына Навина. А книга второзакония оканчивается на том, как они подошли к земле обетованной. Почему же эта книга называется «Исход»? Потому что она оканчивается описанием того, как было построено святилище Богу. А святилище Богу, любой храм – это территория Бога. Они вышли из Египта, и когда они создали святилище, да, это было походное святилище, в пустыне, они вошли в эту скинию, чтобы совершать служение перед Богом. А это территория Бога. Поэтому нельзя сказать, что они вышли в никуда, они осуществили свой исход, они в пустыне смогли создать походное святилище и там начать совершать полновесное служение Богу. Поэтому эта книга на полном основании может называться исходом, а не безысходностью какой-то, потому что здесь все венчается тем, что территория Бога была обозначена даже в пустыне. И мы знаем, что церковь последних времен – это тоже будет церковь в пустыне. И как в начале возникновения церкви христиан было очень немного, так и в конце их будет очень мало, как Христос говорит, а Сын Человеческий, придя на землю, обрящет ли веру на земле. Но для нас самое главное – помнить, что нельзя сходить с территории Бога. То есть нельзя оставлять церковь, не церковь в смысле собрания или помещения, а оставаться в церкви, то есть оставаться в том вероучении, которое нам преподали наши родители, деды, прадеды, наши предки. Книга «Исход» – это книга освобождения, но освобождение по-настоящему начинается тогда, когда свободные люди могут совершать служение перед Творцом. И в этой главе и в последующих главах достаточно подробно говорится о том, как все было изготовлено, как все было поставлено на свое место и как территория Бога обозначилась. Но для нас, христиан, очень важно территорией Бога сделать и сердце каждого из нас. Как сказано, верою вселится Христу в сердца наши. Об этом надо молиться, об этом надо просить Бога. Спасибо вас, Христос!